Так, ну если брать первый вопрос, наверное, все-таки сейчас это Артемовск. Завершился ли полностью выход подразделения ЧВК Вагнер из Артемовска? Да, 1 числа мы практически вышли все. И как я и говорил о том, что у нас остались два специалиста, Бибер и Долик, которые должны спасти русскую армию, если вдруг будет опасно. Ну на самом деле 2 числа мы все вышли, сегодня у нас 5-е, да? Сегодня 5-е, никого уже не осталось. И подразделения все частично вышли на линию Вагнера, практически все остальные вышли сюда, в полевые лагеря. Вот у нас уже добрые выстрелы пошли сзади, да? Вот они, ребята, да, обучаются, тренируются. Значит, что происходит в Артемовске? Все позиции передали корректно, подписали все акты, все в порядке, все хорошо. Вчера поступила информация, она подтверждается о том, что сады на юго-западе Артемовска заняли уже подразделение ВСУ. Заняли почему? Потому что когда там были ЧВК Вагнер, то несмотря на то, что опасность высокая, тем не менее в садах зарывались, стояли. И отражали любые попытки контрнаступать. У Министерства обороны, к сожалению, другая тактика. У них тактика по принципу, что если есть очень хорошо укрепленный район, значит в нем можно находиться. А если нужно приложить усилий, то лучше не находиться. Пустоты в войне не бывает. Война пустоту не терпит. И поэтому в садах находится ВСУ. Если в садах ВСУ не выбить немедленно, а их надо выбивать постоянно артиллерийским огнем, пехотой, то они зайдут сначала в Тетрис, после этого, и все остальное будет складываться в том же направлении, как мы и наступали, собственно говоря. И самое опасное, что это сложение, оно может оказаться гораздо более быстрым, чем наступали мы. Мы наступали 7 месяцев после попасный вообще год, двигались по всем территориям. Если будет такое же отношение у подразделений Минобороны, как и сейчас, то я боюсь, что все в обратном порядке сложится за месяц-полтора максимум. А что в солидарии сейчас? Там есть какие-то попытки тоже продвижения ВСУ? В солидарии. Значит, вот война, мы воюем, собственно говоря, сами с собой. Как сказал Вагнер Дима еще в 2014 году, мы воюем сами с собой. Поэтому наш менталитет, наш подход, наши все тактические шаги, они приблизительно такие же, как у противника, и у противника такие же, как у нас. Мы все выходцы из одной школы, с одной земли, собственно говоря, и учились в одинаковых приблизительно войнах. Мы больше чуть-чуть войн прошли, ну не чуть-чуть, а мы больше прошли, как чувака Вагнера. Вот. Поэтому у противника, у него понятная стандартная тактика. Сначала щупаем оборону, после этого вклиниваемся туда, куда пошло, и там наращиваем усилия. С точки зрения Бахмута и солидара есть две ключевые дороги, три ключевые дороги. С Часово-Яра, со Славенска и с Северска. Если идти по трем дорогам, то понятно, что часть подразделений начинают разрезаться и попадают в Капкат. Это украинцы и делают. Сегодня были потеряны позиции, утеряны, утрачены позиции около Раздоловки. Это у нас северное направление. Несколько дней назад они шли по дороге со стороны Славенска. Не сегодня, а завтра пойдут с Часово-Яра и добавят второе кольцо, грубо говоря, попытки окружения наших группировки. Они добавят ее по низу, подрезав со стороны Азаряновки, Курдюмовки и, собственно говоря, Торецка. Если начать отступать, то дальше будем отступать сначала до линии Вагнера. Мы не будем отступать, мы сейчас здесь сосны, все хорошо готовимся. Подразделения Министерства обороны будут отступать сначала до линии Вагнера, а после этого и дальше неизвестно докуда. Тактика Министерства обороны, она порочная. Они все рисуют на картах и все ведут обманы. И поскольку ведутся обманы, то руководство уверено, что все в порядке. Рядовой состав понимает, что все, как говорится, полная жопа. А там где-то, правда, бегает туда-сюда посередине. И в итоге никто не знает, где кто находится. Поэтому главная задача Министерства обороны сегодня, это в телеграм-каналах и в СМИ играть в красивую историю, сохранять свое лицо, а в телевизоре говорить, что мы наступаем. На самом деле, то, что происходит сейчас на Артемовске, это приведет через две недели к серьезным тактическим просерам. Вот если говорить, как вы упомянули, да, у нас младший состав, рядовые бойцы, они понимают, как бы находятся на земле, в чем, скажем, причины каких-то проблем. Наверху командующие этого не понимают, судя по всему. Как исправлять это, чтобы в короткие сроки, чтобы удержать то, что уже наработано? Не исправить. Вот сразу я вам говорю, это не упадническое настроение, это исправить невозможно. Потому что о том, что это нужно исправлять, я начал говорить 19 марта 2022 года, когда мы впервые сюда пришли. Управление отсутствует, планирование отсутствует, подготовка отсутствует, взаимоуважение отсутствует. И дальше все это замещается истериками наверху. Вот у нас сейчас, потом, наверное, коснемся этого, на Запорожском направлении идет катастрофа. Это катастрофа, при которой взято уже Новодонецкое, противник туда зашел. И если войска будут отступать дальше, отступление войск в глубину 5-7-8 километров, это значит потом бесконтрольный заход противника на любую глубину. И если ты заходишь на чужую территорию, которая исторически, грубо говоря, не твоя, да, там в обозримых 10-15 лет, то ты можешь затормозиться, потому что идет сопротивление мирных жителей, требуются пути подвоза и так далее. Но мы же хорошо понимаем, что 50% жителей на этой территории, это как минимум, они будут помогать ВСУ. И поэтому, как только ВСУ зайдет чуть-чуть вглубь, то дальше они пойдут на Бердянск и на Мариуполь. И остановить их будет невозможно. То, что сейчас происходит. В руководстве Министерства обороны истерики. Требование срочно наступать, требование срочно отбивать, и никто на землю не опускается. Шойгу и начальник генштаба уже давно должны были бы быть там, где им положено. Я Шойгу звал в Артемовск. Он не приехал. Но ему надо было одеть бронежилеты, проползти по Артемовске на пузе. Потому что Зелинский ползает, Залужный ползает, этот... Вот оно. Нет, Сырский. Сырский, да. Да. Саша напоминает хорошо. Лучше меня знает обстановку. Сырский ползают, все ползают. Где наши-то эти клоуны? Почему они не идут? И поэтому они ничего не знают, гонят от себя эту мысль. Кто приносит плохие новости, тот негодяй. Те, кто приносит хорошие новости, раздаются звезды героев России направо и налево. Лишь бы новость была хорошая. Поэтому нам история уже этих ошибок сейчас не пустит. Не простит. Я думаю, что Бахмут при такой обороне, он недолго пробудет Артемовск. Что делать-то рядовым бойцам на местах в такой ситуации? Рядовым бойцам в такой ситуации делать следующее. Мы ждем еще 2-3 недели по Белгороду, по Запорожье и так далее. ЧВК «Вагнер» сегодня единственная структура, которая армейская, полноценная. С самолетами, вертолетами, танками, артиллерией, всем остальным, что необходимо. Рэп, рэр, беспилотниками, разведкой, спутниковой, наземной, любой, агентурной. Которая способна что-то делать. Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше чем 200 тысяч человек на линии фронта Луганск-Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность. Но есть еще одна проблема. Вооружение, боеприпасы и все остальное, в котором находится такой же хаос сегодня, как и в самом Министерстве обороны. Что делать рядовым бойцам? Я когда ездил по стране, кстати, ездил не с предвыборной этой компанией, как многие считают, а ездил к своим медиапартнерам, с которыми мы общались. Единственное, что это все показали людям, для того, чтобы люди не думали о том, что мы там шушукаемся между собой. Пошушукались, было бы еще хуже. Я говорил о необходимости мобилизации. Мобилизация, это не значит, что ты идешь на фронт. Это не значит, что завтра ты идешь воевать. Это сейчас так получается. Человек приходит, его мобилизуют, 3 дня походил, побухал, и после этого тебя выкидывают на мясо. А это значит длительная глубокая подготовка. Это взаимодействие, для того, чтобы сформировались подразделения, которые могут в коллективе работать. Минимальный коллектив – это рота. Поэтому нужно пройти одиночную подготовку, слаживание отделений, взводов, затем рот, и только тогда можно выпускать человека на войну, когда он будет хоть что-то понимать. То, что сегодня происходит, это вот так вот перемешанные подразделения. Причем у нас же еще руководство, которое принимает решения военные, это люди абсолютно, тотально бездарные. В военном плане это абсолютные неучи, которые, кроме того, что они сами не знают, что делать, они рушат то, что было когда-то создано. Вот была единая структура ВДВ. ВДВ выполняет определенные задачи. Оно должно занять какой-то плацдарм. Пока у них не кончился БК, туда должны быть остальные подразделения. Так всегда делалось. Теперь ВДВ у нас, как пехота, стоит, защищает какие-то территории. В это ВДВ вкидывают мотострелков, вкидывают мобилизованных, кого угодно, лишь бы создать пузырь, что якобы там есть какие-то люди. А поскольку руководство не бывает на земле вообще, поэтому им наплевать. У них есть понятие. Вот есть полк, а в этом полку 4 тысячи человек. Две или 200 им глубоко насрать. Их интересует такой вот ежик красного цвета на карте, в котором обозначается этот полк. Поэтому что-то сделать глобальное сейчас невозможно. Нужно было начинать год назад готовить армию, и для этого, собственно говоря, мы и сделали эту бахмутскую мясорубку. Бахмутская мясорубка, основа, как бы это пафосно ни звучало, но это спасение русской армии и чести России. То, что делалось в Бахмуте, почему наступление началось? Мы первого вышли, второго вывели всех. Я говорил, что мы остаемся до пятого. Сегодня пятая. И поэтому все понеслось. Бахмут, он занимал ВСУ. ВСУ вынуждено было вкидывать туда все силы в Бахмут. Теперь у них нету этой необходимости. Для того, чтобы противник не мог сконцентрироваться, ты должен бить его. Либо он будет бить тебя. И если ты будешь в том состоянии, в котором мы сейчас есть, понятно, что победа пока не на нашей стороне. Так выход все-таки, объявить мобилизацию. Какой срок займет подготовка мобилизованных? Подготовка минимум три месяца. Вот по очень ускоренной программе, так как это делаем мы, как делали мы в суровых буднях, брали заключенных. Но с заключенными чуть проще. Не потому, что их не жалко. Заключенных жалко. Они на самом деле, приходишь на зону и говоришь с заключенными, там у них мозг развит, значительно лучше, чем в нашем среднем обществе. И плюс они ничем не отягощены. Им не хочется иметь красивые ботинки, не знаю, там есть вкусные гамбургеры. Их все устраивает. Они абсолютно неприхотливые люди. И поэтому заключенных мы учили два месяца. Но это минимум. Меньше двух месяцев невозможно ничему научить. Это просто будет пушечное мясо. Вот, поэтому должны быть два месяца. Двух месяцев я кричал, визжал, требовал. Все говорили, что я слишком шумно заявляю. У нас двух месяцев уже нет. Потому что если ВСУ сейчас прорвет линию обороны, а оно, собственно говоря, уже прорвало. Под Артемовском уже в трех местах у них прорвано. В Торицке сегодня идет большое накопление. Я вижу по своей разведке. У меня разведка развита. И не сегодня, а завтра они начнут резать Кудемовку, Азаряновку. Белгородская область трещит по швам. На Запорожье потеряли серьезнейший населенный пункт. Сейчас они ударят еще по северу, по югу на Донецке. Ну, кстати, Сторицкой ударят тоже вторым ударом. Первый подрежут группировку Бахмут, а вторую Артемовск теперь, да? А вторую ударят южнее. И время уже не будет. Каким образом действовать? Авиация не спасет. А что мы еще можем предложить? Ядрено бомбу нажимать? Да никогда не нажмем. Первое. Потому что это уже контрпродуктивно, ее надо было раньше нажимать. Так как было неожиданно, что вдруг нажмут, это называется ебнутой во всю голову психопаты. Но это тоже позиция. А сейчас и это уже не позиция. Что еще очень важно в армии? Армия, бойцы, солдаты, еще раз повторюсь, тысячный раз, они такие же, как у меня ЧВКшники, вагнеровцы. Такие же ноги, такие же руки. Какие-то есть поглупее, но если с ним поработать неделю, он будет точно так же все понимать. В армии самое главное управление. И уважение. У нас существует уважение. У нас есть определенная иерархия, в которой не лизоблюдство, а уважительное отношение друг к другу. Так как нет в армии уважения, то солдаты должны увидеть, что их потери, они, грубо говоря, отомщены. Есть справедливость. Не может быть уже отомщения, просто арест и посадка высшего военного руководства. Почему я говорю о высшей мере наказания? Потому что если солдаты узнают, что те, кто набедокурил, те, кто опозорил российскую армию, позорят их и расшвыриваются их жизнями, а ведь у нас как высшее руководство военное действует. Вот сейчас, сегодня, мне полковники все регулярно из Ростова звонят и докладывают. У каждого полковника в телефоне такая красная маленькая программка, которую легко стереть. Он мне звонит и говорит, у нас полная задница происходит. Что случилось? У нас Валерий Васильевич в истерике опять выпил стакан водки и бьется в истерике. В таком случае вопросу... Мы в любом случае, получается, сейчас понесем потери, да? Мы понесем сейчас серьезные потери. Я абсолютно в этом уверен. Мы сейчас наверняка лишимся части территорий, и эта часть территорий – Российская Федерация. И опять же, когда делали тот самый референдум, кто-нибудь думал о том, что придется Херсон отдать? Кто-нибудь подумал о том, что вы сейчас это назовете Россией? Если вы назвали Россией, умрите. Все должны были прийти на линию соприкосновения. Не знаю, там Госдума, там все чиновники, кто угодно. Весь Кремль должен был выйти и пойти на линию соприкосновения, чтобы не утратить ни одного квадратного метра России. А мы сегодня российскую землю теперь раздаем. Зачем тогда ее было российской признавать? И поэтому и общество все в недоумении. Я когда поехал по регионам, все в недоумении говорят, мы что творим вообще? В таком случае, как вот эту ситуацию получится, я не знаю, оккупировать? То есть вот у нас есть, да, три месяца подготовки новых мобилизованных. Условно, мы сейчас объявляем мобилизацию. А мы уже год никого мобилизуем. Мы уже могли четыре волны подготовить. А никто ничего не делает. Будут ли сейчас делать? Не будут. Вот пока те люди, которые есть, занимаются войной, никто из них не будет делать ничего. Ксюша Шойгу будет также проводить эти завтраки торжественные. Шойгу будет точно так же валять дурака и сидеть на Фрунденской. А Валерий Васильевич Герасимов, начальник генштаба, точно так же каждое утро будет выпивать стакан водки и биться в паранойи, орать и визжать на тех, кто находится вокруг, требуя отбить территорию. А отбить территорию, это значит, если нормальная оборона, то погибнет 10 человек, а отбивая территорию, погибнет тысяча. Их матери, их жены и их дети придут и сожрут их потроха, когда придет время. Будет либо народный бунт, либо Государственная Дума примет решение о высшей мере наказания и расстреляет их нахрен. И причем, я вам могу сказать честно, я думаю, что нам до расстрелов осталось месяца два-три. Объясню почему. 24 мая я встречался с белгородскими терроборонщиками у нас, в нашем лагере подготовки. И тогда сказал им, хотя я раньше об этом всегда говорил, как только первый метр территории исконной, повторяю, Российской Федерации, можно считать, что это все у нас исконная территория, Киевская Русь и так далее, но той, которая в договорах юридически находится под Россией. Как только квадратный метр мы потеряем, то тут же придут все полакомиться русским мясом. Придут румыны, придут поляки и кого только не будет. Вот у нас все, пожалуйста, в Щебекино этот русский добровольческий корпус и польский там какой-то национальный батальон. Поляки пошли, и они пойдут. И они пойдут просто не потому, что им Россия нужна, а им просто в кайф будет. Потому что много лет Россия наносила Польшу поражение. Это же тоже историческое. Как раз переходя к Белгороду и ситуации там на границе, на ваш взгляд именно, какие шаги один за другим нужно предпринимать сейчас, чтобы остановить вот этот бесконтрольный обстрел в наших территориях? Вот эта вот пачка, я уже опубликовал у себя на пресс-службе, это пачка писем от белгородцев. У каждого белгородца есть имя, фамилия и обратный телефон. И вот что они пишут. Они пишут о том, что пожалуйста, придите, помогите. Кто-то говорит Евгений Викторович, кто-то говорит Вагнера, кто-то говорит музыканты, по-всякому. Потому что они говорят о том, что наплевательское отношение со стороны власти, это раз, у всех одинаковый тезис. Второе, нас уничтожают, нас стирают с лица земли. Третье, брошены срочники на коробочках против противника хорошо подготовленного, хорошо вооруженного. А русский добровольческий корпус и те самые поляки, они же готовились наверняка. Там по видео, которое им выбрасывается, видно, что это хорошо подготовленные ребята. Так вот, срочников кидают, и здесь они дальше все пишут о том, что Минобороны лжет о том, что был переход границы с семью-десятими нацистами и всех их убили или выбили. Я лично сам разбирал фотографию, которую вбросило Министерство обороны вчера или позавчера, когда там с этими, с якобы трупами. Те, кто это вбрасывал, они трупы на поле боя никогда не видели. Первое, трупы на поле боя никогда не приходят пешком по высокой траве и не ложатся в нее аккуратно. Трупы всегда надо волочить. И поэтому всегда есть место, как эти трупы приволокли в это место. В кучке трупы всегда не погибают. Мультикам у украинцев свой. Он отличается от того мультикам, в который были одеты эти бойцы ВСУ. Характер ранений всегда измазывают кровью униформу. Когда человек погибает, закрывает глаза и вздыхает в последний раз, то сначала интенсивность потери крови увеличивается, потому что все выходные отверстия, мускулатура перестает работать и только после этого кровь начинает подсыхать и сворачиваться. И поэтому все трупы всегда замазаны кровью. Я не говорю про кучу других всяких факторов, которые свидетельствуют о том, что это просто полный, извиняюсь, тотальный пиздеж, обман, который Министерство обороны рассказывает, как оно выгнало. То, о чем пишут люди здесь в этих письмах. И дальше люди пишут, нам нужно сделать Чили для того, чтобы нас защитили. Чили это пиночет. Чили это элита Российской Федерации на стадионе, а вокруг люди с автоматами. Но прежде всего это чиновничья элита. Те люди, которые не принимают решения для того, чтобы защитить белгородцев. Поэтому я абсолютно уверен. Ну, первое, я знаю о том, что это Новая Коклина. Новая это Волжанка. То, что она находится под противником. Противника никто за территорию границы с Российской Федерацией не выдавливал. Более того, бои идут на окраинах Щебекина. И вот эти вот все люди, они пачками об этом пишут. Дальше малообразованный, плохо подготовленный, трусливый губернатор Белгородской области, который вчера мог бы жопеньку оторвать, сходить и забрать пленных. Я абсолютно уверен, судя по поведению русского добровольческого корпуса, они не стали бы его кончать. Они бы оставили его в живых. Но он не пошел. Дальше. Он сообщил о том, что всем надо раздать дробовики. Ты, гаденыш, дробовиком, когда-нибудь выходил против автомата или ручного пулемета, ты понимаешь, докуда дробовик бьет? Ты понимаешь, какой степень, вообще возможность поражения противника из этого дробовика? Но когда я предлагал им почти год назад, давайте соберем все в кучу, мне деньги не нужны, мне ничего от этого не нужно. Я готов тратить время свое, своих людей. У меня куча раненых, которые могли это организовать. Когда я ему предлагал, давай займемся этим, то все, что они сделали, они просто пилили бабло. У меня ушел один человек из ЧВК Вагнера, я его уволил, потому что он ушел туда, прислонился к тем, кто пилит бабло, и начал с ними там что-то самоорганизовываться. Сказал ему, никогда не повторяйте, что ты был в ЧВК Вагнер. Люди пишут, уважаемый Евгений Викторович, мы готовы заплатить сколько угодно, готовы заплатить за ядерную бомбу, для того, чтобы вы защитили Щебекино и Белгородскую область. Они налоги платили, они честно жили, кто-то бизнес имел, кто-то просто вкалывал. А где те люди, которые теперь должны их защищать? Эти люди просто тихо слились. И поэтому в других письмах они пишут, мобилизованные бежали, Министерство обороны бежало, бросило все, и противник утаскивает на украинскую территорию вооружение и боеприпасы и технику, которые побросали подразделения Министерства обороны. Вот, собственно говоря, результат. Так в этом Щебекино сейчас Шойгу лично должен находиться. Я написал уже заявление в прокуратуру, в соответствующие департаменты, о том, что необходимо возбудить дела, провести проверку. Первое. По факту убийства определенного количества российских граждан. У нас статья от двух и более. Ну, явно эти два и более это под 50 тысяч уже. По моим подсчетам. Значит, второе. Это факт геноцида русского населения. Потому что у меня есть факты, и я глубоко уверен, что все эти действия, которые сегодня происходят от Шойгу Сергея Кожугетовича, это не случайность. Это геноцид. И третье. Мы не говорим сейчас о боеприпасах, вооружении, о том, те вопросы, которые надо задать. А вы вообще готовились к этой войне? А вы вообще проводили совещания? А вы вообще делали какие-то действия, которые определят, готовы ли к этому армия? Вы делали накопление боеприпасов? Почему военное положение не потребовали объявить? Вы же могли прийти, выступить в Госдуме и сказать, уважаемые депутаты, мы просрали, у нас полная задница, надо вводить военное положение. И третий момент, это передачу врагу территории Российской Федерации, которую вы признали по Конституции. Не является ли это грех, который значительно выше одного пожизненного срока? Я думаю, что является. Вот. Поэтому сегодня в Белгородской области враг медленно продвигается в сторону России. Куда мы можем кинуть ядрёно-бомбу? Я думаю, что у них в мозгах сейчас свербит одна преступная идея. Если мы кинем ядрёно-бомбу по иностранному государству, то к нам накидают точно таких же. Конечно, по ним не накидают. Есть такая шутка в войсках о том, что сейчас два самых безопасных места в стране. Это штаб в Ростове, там, где НГШ, и штаб на Фрунзенской, где Шойгу. Потому что враги никогда не нанесут туда ударов. Потому что это два святых места. Потому что если двух человек уничтожить, то может оказаться, что мы войну в итоге выиграем. Вот. Так вот, я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядрёно-бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. с большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они всё остальное держат. Дальше идёт власть не шевелится, власть нас бросила, почему власть ненавидит белгородцев. Если надо, мы заплатим за боеприпасы, и люди уже готовы этим подонкам платить за боеприпасы. Дальше пишут, такое ощущение, что бьются за 10 человек, хотя и за них тоже надо биться, а нас в Щебекино живёт 40 тысяч. То есть мы шли в Бахмут, где жило меньше, украинцев всех вывели, и ВСУ с нами храбро дралась, а в Щебекино живёт 40 тысяч, чем всем насрать. Завтра будет насрать точно так же на всё остальное там, где их нет. Кроме как на Рублёвку. Вот хорошо, что по Рублёвке долбанули в итоге. Вот. Дальше пишет родственница близкая одного из пленных, которых забрала, и спрашивают, можем ли мы его вытащить, можем ли мы его поменять, потому что срочники начали попадать в плен, и всем абсолютно до лампочки то, что они находятся в плену. Поэтому я считаю, в Белгородскую область зовут туда прийти. Первое, мы сейчас выходим, безусловно, какое-то время надо выйти. И второе, мы туда не сможем прийти, потому что нас будет блокировать все, кто могут, и не будут допускать ЧВК-Вагнер до Белгородской области. если ЧВК-Вагнер придет в Белгородскую область, будет ничего не скрыть. А сейчас жители страны просто обманывают в наглую и говорят, что там более-менее все в порядке. И второе, нас хотели заблокировать и уничтожить в Бахмуте. И поэтому там находились эти взрывчатые вещества по нашей дороге. Конечно же, в Белгородской области страшно о том, что придет ЧВК-Вагнер. От Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг мы поедем спрашивать, где там наши боеприпасы на Фрунзенскую набережную? А вы поедете спрашивать? Пока не собираемся. Но я могу сказать, безусловно, я сейчас только что со всеми командирами мы сидели, разбирались вот с этими письмами. Принято следующее решение. У людей желваки скрипят. Некоторые, когда я показываю видео с брифингом Минобороны, они хватаются за пистолеты, трясущимися руками, в телефон тыкают. Ребята на нервах. И поэтому мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если, блядь, они не освободят нашу землю, и если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Мы не позволим доченькам и зятенькам сидеть, намазывать себе жопы вазелином, а чтобы простые бабки белгородские или дети, они подыхали как собаки. И поэтому этому товарищу либо он должен вернуться к своим историческим истокам. Он хотел стать губернатором Тувы, Московской области. Тогда надо вернуться, заниматься народным хозяйством. Может быть, это будет лучше получаться. В таком случае пройдет две недели, получается, и можно сказать, что ЧВК Вагнер все равно пойдет в Белгород после этого срока. Если Российская армия, мы, может, что-то не знаем, но можно предполагать, вот как смотришь на тещу и думаешь, а вдруг это черт. И вдруг она правда раз там поскакала, рога вылезли. Можно предполагать примерно с такой же степенью вероятности о том, что вдруг выйдет откуда-то с Кубинки, с Мубинки или с Парка Патриота, поднимутся эти железные солдаты и пойдут всех отобьют. Конечно, тогда мы не пойдем. Вот если они придут, тогда уже другой разговор. Вот вопрос, кстати, по поводу наших соединений на том направлении. А нельзя ли сказать, что ВСУ пытаются какую-то часть российской армии, подразделений, которые находятся сейчас на севере, условно, ЛНР, например, вот близко к Белгородской области, пытаются как раз-таки туда перемотить, чтобы освободить себе пространство для маневра другого. Конечно. Вика, так это самое главное. Это абсолютно нормальная тактика. Мы все учились, как говорится, на одной земле. Они делают все правильно. Помните, воюем сами с собой. У противника точно такая же тактика и такие же мысли, как у нас. Если бы я сейчас управлял ВСУ, я думаю, мы бы уже под Москвой были. Они просто миндальничают. Потому что они растягивают, они бьют на Запорожье в двух-трех местах, около Донецка, на Артемовск, Сватово-Кременная, Белгород. Они будут наращивать эти удары. Леопарды будут приходить и приходить. Но мы-то должны были к этому готовы быть многократно. Мы должны были дождаться их ударов. Они должны были разбиться об нас, как об железную стену и откатываться обратно. Либо мы должны были применять тактику Артемовска. Мы должны были взять Артемовск, двигаться на Часов-Яр, двигаться на Славинск, двигаться на Крематорск, на Северск, дальше уходить опять на Красный Лиман, на Изюм. Мы должны были рушить их замыслы. А кто будет рушить? Мобики, которые два дня пробыли на полигонах, которые здесь сидят и бухают, потому что не знают, чем заняться. Подполковники, которые бухие в говнище минируют дороги и пытаются стрелять там по нашим машинам. Нет управления, нет авторитетов. И те, которые есть, это ничтожество. Ну, кстати, вот вы упомянули, да, вышло это видео, сделало, так сказать, действительно много шума по поводу подполковника. Как-то сейчас эта ситуация к чему пришла? Да, значит, подполковник, кто дал команду на минирование, отдельный вопрос. Значит, подполковник минировал не те части, не те территории, которые могли бы остановить противника. Он минировал вдоль дорог нашего отхода, зная, где мы пойдем. И поэтому этот подполковник, это 72-я бригада, это тот гаденыш, который у нас на юге под Артемовском все бросил и убежал с достаточно больших территорий около Ивановского, которые мы удерживали. Это тотальный трус законченный, дезертир, который после этого проскандалился. Его же не арестовали. Все правоохранительные органы в курсе этой ситуации, его не арестовали для того, чтобы не делать себе пометку, что лишний дезертир появился. У нас же с дезертирами никто не борется. Просто, чтобы мы понимали. Дезертиры уходят в тыл, в тылу бухают, и человек, который погибает на фронте, он говорит, нахрена мне это надо, я пойду дезертиром буду, буду сидеть дальше бухать. Посажены единицы. Сажать смысла никакого нет. В любой войне дезертиров расстреливают. И у нас должен быть возвращен расстрел. Но, чтобы дезертиров справедливо расстреливать, надо сначала расстрелять тех, кто просрал эту войну. Поэтому этот подполковник после этого оскандалился в одном из диспеталей, куда он пришел с пистолетом в руках, пообещал прострелить врачу коленку, для того, чтобы написали, что он ранен и контужен. Ну и дальше там уже понеслось. Хорошо, что подхватили те органы, которыми там ФСБ и так далее, которые должны были им заниматься. И где-то он там сейчас чем-то занимается, в общем. И по нему ведется глубокая проверка. Ну вот говоря, кстати, опять же, да, публикация. Это видео многих других. Существует мнение, что такие публичные, скажем так, выяснения отношений, многие это называют, многие называют скрытие проблем, да, на радость врагу. Ну, то есть это не несет нашей стороне ничего хорошего, но в то же время как-то еще больше дискредитируют на украинскую сторону. Вы так не считаете? Нет. Мы молчали почти год. Почти год мы как овцы на убой шли, и дальше те, кто сидели, они потеряли руки, потирали руки. Общество должно знать, когда проблема тотальная. Вот вы приводите кого-нибудь, да, к врачу, ну, или сами приходите к врачу. Вы же хотите знать, что у вас, правильно? Если есть опухоль, ее надо удалить. Если там еще что-то, это надо починить, там вылечить. Но сегодня организм настолько тяжело болен, что ему требуется тяжелейшая хирургическая операция. Если ее не делать, то у нас дальше на кону. Мы же не в игры играем, это же не футбольный мяч, матч. Это судьба страны. И если сейчас не исправить эти ошибки, если сейчас критически это... Ведь кому не докладывай, ошибки не исправляются. Я много докладывал по всем инстанциям о том, что происходит. Всем абсолютно насрать. Самое главное, чем занимается сейчас военное руководство и руководство других различных структур, это просто усидеть на своем месте. У них единственная задача. Когда началась спецоперация, и Шойгу с Герасимом просто по полной обосрались, они больше всего боялись, что их президент выпиздит, и все. Но они увидели, что их никто никуда не выпиздил. И поэтому теперь они абсолютно уверены в своей безнаказанности. А если они уверены, они ничего не делают для улучшения положения. Вот прошел больше года с тех пор, как мы воюем, в лучшую сторону не изменилось вообще ничего. Поэтому нужно об этом говорить, и нужно об этом кричать. Вот если бы этого подполковника по законам военного времени расстреляли, или хотя бы посадили, тогда другой вариант. А ведь выловили-то их в итоге на чем? Два человека ехало в Урале. Они обстреляли Урал, как он сам говорит. У него была группа 12 человек, и такие суперзаряженные. И еще рота мотострелковая в запасе. Ребята, да если вы одного, двух человек пытаетесь выловить количеством в 100 с лишним человек, да кто вы такие вообще? Как вам не стыдно? По вашему мнению, вот эта хирургическая операция, о которой вы говорите, она вообще реальна в сегодняшней системе? Реальна. Реальна. Первое, надо восстановить уважение армии к самим себе. Армия должна понять, что она хоть что-то может. Дальше, те военачальники, которые есть, они должны находиться в окопах вместе с бойцами. Они должны пройти все сами. И из ротных надо генералов воспитывать. Те там, условно, до 10 тысяч генералов, которые сегодня есть на должностях, там порядка 7 тысяч, реальных надо оставить 200. Из остальных 6-800, их надо всех нахрен на пенсию отправить. Они не способны абсолютно ни на что. Когда ждать этих шагов? Или не ждать вообще? Я думаю, что не ждать. Не ждать. Потому что шагов никаких нет. Вот когда от Белгородской области покатятся дальше к Белгороду, когда будет под угрозом, там, не знаю, Тула, Рязань, там, Воронеж хотя бы, да? Вот тогда эти шаги надо ждать. А пока им абсолютно насрать. У них же какая проблема? СМИ молчат, федеральные СМИ вообще полностью все убирают, а телевизор рассказывает, как все здорово. Володя Соловьев, красный парень, но он не может выйти за рамки своих полномочий. Поэтому он вынужден говорить то, что он говорит сегодня на передаче. Получается, у нас патовая ситуация. Какой из нее выход? То есть мы проигрываем войну? Ну, то есть мы уже проигрываем, я думаю, мы ее проиграем, получается, тогда? Мы на сегодняшний день проигрываем войну, и все зависит от того, насколько общество мобилизуется. Если СМИ будут говорить правду, общество мобилизуется в разрешенном законном порядке, и скажет вежливо, уважаемый Сергей Кожугетович, уважаемый Валерий Васильевич, группа неопределенных лиц, если вы немедленно не выполните определенные наши требования, то нам придется вас виртуально поднять на вилы. Вот тогда они вынуждены будут что-то делать, или тогда президент их уволит, сначала посадит в камеру, потом расстреляет, и поставит тех, кто будет скрипеть. Многие из тех, кто есть, я говорю про 200 генералов, половину генералов надо сделать полковниками, отправить вперед командовать, потому что у нас же генерал в стране, это не работа, это счастье такое, поэтому если ты получил генеральскую звезду, ты уже не можешь ботинки пачкать. Так вот, часть должны в окопы пойти, хотя там, я думаю, что пару бригад или полк генеральских, чтобы им дать по автомату, чтобы животы скинули, пошли умирать за родину, можно сделать это лучше, чем мобилизованные бессрочники сейчас в Белгородской области, которые погибают. Есть и люди, которые способны управлять. Есть те, которые там, не знаю, я сейчас их критикую, а через какое-то время они соберутся в кучу, когда не будет тех, кто их будет отмазывать. Потому что сегодня самое главное, вылезал задницу, ты хороший. Тебя никто не наказывает, тебя орденами награждают. И таких генералов у нас полным-полно, они знают, про кого я говорю. Там были у нас в разных странах всякие клоуны, которые сейчас звезды героев России получают, якобы завзятый бахнут. Существует мнение, что вот если общество поднимет власть на виртуальные виллы, как вы сказали, то страну поглотит такая смута, которая принесет еще больше проблем. Не поглотит. Не поглотит. Самое главное, очиститься от бюрократов, коррупционеров, которые просто должны уехать к себе на награбленные дачи и там жить. Вот тот же Сергей Кожугетович, да? Дай бог ему здоровья. Жил бы он у себя на Рублевке в доме в этом многотысячметровом, никому бы не мешал. Был бы министр обороны, человек от Сахи, кто угодно из тех, кто сегодня работает, работает генералов из тех двухсот. Уперся бы он рогом, поехал бы он по лагерям подготовки, разобрался бы он с производством боеприпасов, с ремонтом вооружения и огромным количеством проблем. Но для этого надо работать. Министр обороны – это не политическая фигура, это пахарь. А у нас сегодня – это человек, который думает, что он выше президента, выше бога и выше российского народа. Поэтому войну можно выиграть где-то заикариться. Противник не пойдет дальше, чем на 150 километров вглубь территории, потому что он встретит народное сопротивление. И народное сопротивление уже сейчас надо готовить, а не выдавать им дробовики. Уже в приграничной Белгородской зоне надо выдать автоматы, пулеметы, коллективное вооружение, минометы и учить их на гаубицах работать. А для того, чтобы они эти гаубицы в сторону Москвы не развернули, должна быть справедливость. И поэтому будь добр, приезжай. И жри с ними вместе, в их землянке, ту же самую кашу, которую они едят. Но все-таки такого ожидать у нас довольно сложно. Надо требовать. А как требовать? Вот как я, культурно сказать, пожалуйста, господа генералиссимусы, будьте добры, не сидите у себя в своих кабинетах, заприте своих доченек на ключ, желательно выпарите их как следует, вперед, теперь едьте смотреть, как воюют. Я поэтому Сергея Кушегеновича в Бахмута приглашал. Не потому что я его не люблю. Я просто понимаю о том, что он не делает ничего. И поэтому надо в Бахмут поехать, посмотреть, как там воюют. Я же там лазю, ничего страшного. Требовать должно общество. Общество сейчас мобилизовано. То есть, вот часто говорят... Общество не мобилизовано до конца, потому что СМИ говорят то, что хочет та военно-преступная верхушка, которая сегодня управляет ситуацией. И поэтому, если СМИ говорят правду, если люди видят, что на самом деле происходит, если журналисты приезжают на похороны срочника, 20-30 человек, и говорят, суки, твари вонючие. Вы что затворили? Этому парню было 18 лет. А его приятель, сослуживец, расскажет, что они стреляли два раза до этого и не знали, как им действовать, и никто им никаких команд не давал. И если посадят того, кто этим занимался, тогда я считаю, что мы можем поменяться. Есть еще что добавить, что вы хотели бы сказать насчет чего-то. Да, значит, теперь смотрите. Теперь, что касается армии. Разрушение армии за последние много лет, на самом деле. У меня был приятель, который работал в охране Сердюкова. Каждый раз, когда он уезжал от министра Анатолия Георгиевича Сердюкова, он так всегда дергался за табельное оружие и говорил, что война начнется, я этого гада первым пристрелю. Такая же ситуация сейчас и со многими новыми военачальниками. Поэтому армию отравили еще не при Шойгу, но он ее добил. Вот смотрите, у меня есть Лотос, да, тот самый герой России, который брал солидар, который сыграл важную скрипку в Бахмуте и который одержал еще огромное количество побед. У Лотоса три звезды героя, четыре ордена мужества. Он, скажем так, легендарная личность. В армии он был капитаном. В 13-м году их вывели всех в распоряжение. Это уже через год после прихода Шойгу к власти. Вывели всех в распоряжение и дали тем, кому было положено, квартиры. Он, как участник войны в Чечне, проливал кровь в интересах России. Он получил квартиру. За 150 тысяч рублей там кому-то надо было отдать, как это обычно происходит. Подделали какие-то документы. Эти документы оказались липовыми. Хотя он к этим документам не мог никаким образом даже прикоснуться. И 36 человек отдали под суд. Забрать у них квартиры. Из 36 человек 33 человека, командир участия, заплатили по 800 тысяч рублей. Их отмазали. А трое сказали идите в жопу, потому что у них было повышенное чувство справедливости. И их осудили. И Лотос, слава богу, пришел ко мне. В 2014 году сказал, меня выперли из армии. Сказали, что я подделал документы. Я никаких документов не подделывал. И вот результат. Так вот, тот командир части, который все подделывал, он уже генерал. Я его недавно видел. Омерзительный алкоголик. Тупой, просто, просто слабоумный ублюдок. Больше никак не скажешь. Этот слабоумный ублюдок, в том числе, кстати, сейчас на Бахмуте там кое-что профукивает. А Лотос, он взял Солидар, и у него три звезды героя. Россия, ДНР и ЛНР. Так вот, когда Лотос был капитаном, не надо было его обманывать. Не надо было пытаться с него срубить 800 тысяч рублей. Надо было отнестись к нему с уважением. Потому что он не хотел лишних никаких благ. Он не воровал. Все, кто воровал, они заплатили этого отступного. Да, далее. И в армии сейчас был бы тот самый капитан Лотос, который брал бы Солидар. А капитан Лотос у меня. И так, как я уже говорил, 6 тысяч человек из 6,5, которые есть в стране. Поэтому армия в полной заднице. Вылезал в задницу, занес по очереди на самую верхушку, ты в армии. И поэтому армия была до начала войны, пока остается еще частично. Это социально-распилочный лифт. Там, где просто пилят бабло, государственный бюджет. И поэтому все те 3,6 триллионов, которые закидывались нормально, это все в холостую уходило. Просто в пустую. Делали собачек на выставке. Помните, это знаменитое, с гранатометом на спине. Которые гуляют. Но самое главное, профукивали. Профукивали хороших офицеров, которые могут что-то достичь. И поэтому вот те самые 6 с лишним тысяч генералов, они не могут сравниться с Лотосом даже там на 10%. Но они генералы почему? Потому что целуются, выпивают вместе, заносят деньги там, где надо. И из-за этого у нас колоссальные проблемы. Отсутствие нормального личного состава. Отсутствие нормальных кадров, которые могут управлять. Те, кто целуют в задницу, высшее руководство, им позволено все. Они просто отдыхают и валяют дурака. Это в мирное время. На войне так нельзя. На войне должно быть степень уважения, поднятие снизу вверх информации. И каждый раз, когда ЧВК-Вагнер ведет боевые действия, они начинают с бойцов снизу. Командир взвода приходит и говорит свой замысел. Замысел собирается, модернизируется, обсуждается. И командир взвода объясняется, почему так, а не иначе. И тогда он выполняет свою задачу. А у нас все поставлено от обратного. Есть психопат. От психопата пошло все вниз. Сейчас рушится, не рушится, без разницы. И поэтому то, что мне сейчас полковники звонят и говорят, у нас истерика, запорожское направление рвут, а в это время сидит человек в кабинете, визжит, бьется в истерике и говорит, идите наступайте. Тот результат, к которому мы пришли. Так. Да, значение Бахмута, да, еще раз. Обсуждения начались о том, что Бахмут нужен, не нужен и так далее. Еще раз. Бахмут с точки зрения географии, он один из немногих, кто должен был взят, для того, чтобы было взято Донбасское кольцо. Бахмут, Дружковка, Константиновка, Часовьяр, Славинск, Крематорск, ну и еще час населенных пунктов, да. Кстати, включая тот же самый торец, который под носом его никто не берет. Сам по себе Бахмут значения географического не имеет. И когда Сергей Кожугетович рассказывал про оперативный простор после Бахмута, это опять же он делал, как хороший блогер-телеграммер. Вернее, уже плохой блогер-телеграммер. Потому что никакого оперативного простора после Бахмута не открывалось. После Бахмута идет канал Сиверский Донец-Донбасс, который, чтобы перейти на ту сторону, еще, как говорится, как наплачешься, да. Вот. Поэтому это полная чушь, и еще раз подчеркивает, абсолютно полную военную неэрудированность, бестолковость, неподготовленность. Вот. Бахмут был нужен только как бахмутская мясорубка. И поэтому, когда я говорил о том, что закончится бахмутская мясорубка, начнется контрнаступление. Это как раз то, с чем мы сейчас столкнулись. Поэтому Бахмут был колоссально нужен. Его надо было затягивать и дальше, и тянуть, и тянуть в СУ. И тогда бы контрнаступление не началось. Но! Нужно было готовить людей. Почему мы закончили Бахмут? Почему мы взяли? Потому что нам дали, раз, боеприпасы, и мы за 10 дней его захлопнули на боеприпасах, которые нам дали 30% от того, что нам требовалось. До этого получали 11,5, как я уже говорил. И если бы мы Бахмут тянули, то мы бы потянули какое-то наступление. Но за это время надо было подготовить войска, накопить боеприпасы, накопить вооружение, сделать все соответствующие планы. А так как это время было просто выкинуто на помойку, то и, собственно говоря, мы понимаем, что жертвы, которые мы понесли, почти 20 тысяч человек, это тоже просто все в бесполезную бездну выкинуто. Все, что мы сделали, ну это на самом деле, это важный момент. Мы спасли эти 20 тысяч жизней у мобилизованных, потому что иначе погибли они. Ну вот если возвращаться к теме Артемовской, всей ситуации, которая там складывалась, боеприпасы в частности, вот есть военнослужащие из армии, которые говорили мне, что помимо стрелковки, боеприпасов им не хватает и сейчас. Вот они как раз на одном из флангов стоят. Значит ли это, что проблема не решена в плане производства именно боеприпасов? Смотрите, что касается производства боеприпасов. Значит, производство боеприпасов. В советское время выпускали Х. Нам сейчас надо Х, умноженное на 10. В постсоветское время выпускали Х, деленное на 10. Но мощности, которые сегодня есть, их полностью хватает. И Досинков с Мантуровым, они показали за несколько месяцев, что динамика роста выпуска боеприпасов, она может быть такова, что к 1 июня этого года мы должны были выйти на полную потребность плюс 20% накопления. Первое. Никто не составляет никакие планы. Я заказывал один из видов боеприпасов, чтобы не рассекречиваться, не буду говорить какой, который у нас закончился. Я взял директора завода. Он мне сказал, что он готов производить это условно 10 миллионов штук в год. И у него есть все для того, чтобы производить. И сказал, что он на 10 миллионов штук в год, условно с 500 тысяч, то есть в 20 раз нарастить объем, он может за 6 месяцев. Этот разговор у меня состоялся с ним в июле прошлого года. На сегодняшний день никто с ним контракт не заключил. Потому что Министерство обороны до сих пор не передало, сколько нужно этих боеприпасов. Там сидят люди, которые слабо понимают, чем один снаряд отличается от другого. Чем отличается 152 миллиметра от, не знаю, гиацинт, отличается от 2,65 или еще что-то. И поэтому эти люди, они не могут спланировать ничего. А когда им подчиненные говорят, извините, надо так, то подчиненный не может давать советы своему начальнику. Начальник самый умный. Ведь в бизнесе всегда как происходит? Хороший начальник, когда под ним сидит десяток замов, которые в каждой своем направлении значительно умнее, чем он. А у нас другая на сегодняшний день философия. У нас сидит сегодня начальник и все остальные говно, которые просто должны выполнять его прихоти. Поэтому заказ правильно не ведется, производство простаивают, и при нехватке определенных видов боеприпасов ко мне обращаются люди, звонят и говорят, мы можем произвести вот это, вот дайте нам возможность. Я ради интереса еду к ним на производство. Со своим пониманием, у меня еще есть несколько человек, которые бывшие директора красные, как говорится, этих крупных заводов, которые на пенсии, они подтверждают, говорят, да, он действительно прав, он может это произвести. Но никто с ним даже контракт не заключает. Никому это не интересно. Дальше вооружение, замена стволов, любой танк там держит, там любая гаубица держит определенное количество выстрелов. Там много всяких проблем, которые необходимо решать. И весь этот узел, он закручивается, закручивается и закручивается. И если бы поменяли военное руководство страны год назад, то мы сейчас были бы боеготовы. Если его поменять немедленно, может быть, мы что-то уже профукаем. Единственное, что радует, могу сразу сказать, стрелковые боеприпасы вообще не нужны, это стрелковые, артиллерийские, в лесополосе. Вот как только мы уйдем на линию Саратов-Псков, как в Отечественную войну, и пойдут партизаны, можем с пулеметными автоматами бегать. Мы, кстати, уже создали на всякий случай взвода снайперские, роты снайперские и пулеметные взводы. Поэтому решение никогда не поздно принять. Главное его, наконец-то, принять. Ну вот, подводя итог, да, принять решение. Надежды у вас лично есть на это или нет, что оно будет принято? У меня есть надежды на следующее. Первое. Средства массовой информации перестанут врать. Второе. Народ увидит всю катастрофу, никогда к ним уже придут, как щебекинцы ведь тоже думали наверняка, что пронесет. Вот не пронесло. И третье, когда политическое руководство будет вынуждено сделать определенные шаги для того, чтобы все не профукать. Иначе может все закончиться и гражданской войной, и революцией, и захватом наших территорий, чем угодно. Хорошим ничем не закончится. Спасибо большое. Вопросов больше нет истекли. Зато погода хорошая.